Давайте попробуем начать. Я надеюсь, что люди к нам потянутся, потому что они услышат, что здесь кто-то что-то говорит, а мы будем говорить, как мне кажется, на важную тему, собственно, как нам научиться привлекать людей в кинотеатры, но не только в кинотеатры, все способы возможны, чтобы люди смотрели документальное кино. И я не скрою, я был один из инициаторов этого круглого стола, меня в гильдии об этом попросили, потому что я связан с Москобизнес Коэр. Ну и я сам, как режиссер и документалист, безусловно, заинтересован в этом. Поэтому я постарался пригласить, как мне кажется, людей, которые понимают, как кино показывают, но в то же время у каждого из здесь присутствующих свой опыт. Я хотел бы представить очень кратко. С самого начала впереди Павел Анатольевич Печенкин. Это режиссер, продюсер и, как правильно сказать, генеральный директор ПМ-кино. Но я хотел сказать, идейный вдохновитель фестиваля Флортиана, на котором, собственно, я вырос. Дальше Виталий, я ваше отчество всегда забываю, Всеволодович Манский, режиссер, продюсер и, также, безусловно, дейный вдохновитель арт-дохфеста. Сэм Клебанов. Сэм Клебанов совершенно, ну не совершенно, немножко другой бэкграунд, насколько я вчера почитал в интернете. С кино мы не сразу были связаны. Но потом, значительный, конечно, период, просто немножко с другой стороны, не как режиссер, режиссер было позже и продюсер. В первую очередь, вы были дистрибьютором, да, в первую очередь. То есть вы хотели бы... Да, отлично. Алексей Медведев, я насколько понял, что вы учились как раз в режиссуре, но потом с этим как-то у вас не сложилось, и вы больше делали, позволяли людям смотреть кино и переводить его, и вы занимаетесь кинообозрением. И дальше у нас идет Ирина Шатала. Ирина Шатала, на мой взгляд, очень замечательный кинооператор, но вот кроме того, что она снимает кино, она очень любит его и пытается его промоутировать всеми возможными способами. В частности, один проект, который, на мой взгляд, очень интересный, это называется «Докер-проект». Вот. И это совершенно сделано без каких-либо средств. Ну вот. Давайте мы попробуем микрофон передать. Давайте, Сэм, начнем с вас. Вы в центре сидите. Ну и потом, вы дистрибьютор, действительно. А мы хотели бы поговорить, в первую очередь, о том, как кино показывать. И более того, мне очень важно, что вы занялись сейчас, вы сейчас программным директором. Послание к человеку сменив на этом посту почетом как раз Алексея, которого гораздо больше. Вот, потому что я только начинаю. Как сказал поэт, он так вошел, что стало ясно, кто эксклюзивный дистрибьютор. Вот. Это я. На самом деле, вот, тема круглого стола, там, роль фестивалей в помощи российскому документальному кино в прокате, это, конечно, маленькая часть одной большой темы, как вообще помочь российскому документальному кино в прокате, Которые являются частью темы, как помочь вообще российскому авторскому кино в прокате Которые в свою очередь являются частью еще больше темы, как вообще помочь нормальному, авторскому, хорошему, качественному кино в прокате Все это очень сложно, особенно сейчас И конечно вот если брать, так я занимаюсь прокатом так называемого артхаусного кино И компания моя новая сейчас так и называется, артхаус Так вот, если брать внутри этого арт-хауса все возможные сегменты, то, наверное, российское документальное кино – это самый сложный сегмент, и истории успеха очень мало. Вообще, прокат документального кино в России, к сожалению, история очень сложная. Было несколько всего таких вот всплесков ярких, к одному из них я имел отношение, это был фильм Жака Кузо «Океаны», который собрал в прокате более миллиона долларов и стал вторым по сборам за всю историю России документальным фильмом в формате 2D. Первым был Майкл Джексон, Майкл Джексон умер, а «Океаны» все еще здесь, поэтому острота проблемы была не такая. Я пытался прокатывать и российское документальное кино тоже. Музыкальный фильм у нас был про Игоря Шевчука, очень хорошо снят, он был снят именно как кино, то есть это не телевизионная картинка, которую люди решили вывести на большой экран, а это кино снималось для проката. И, конечно, с учетом популярности Игоря Шевчука мы рассчитывали на какой-то заметный результат, но фильм собрал порядка 50 тысяч долларов. Что, в общем-то, для документального российского кино, может быть, и не так плохо, но в сравнении с тем, что, мне кажется, такое кино должно собирать, это все, конечно, были какие-то слезы. И, наверное, действительно, как это работает с любым авторским кино, помогать прокату должны фестивали. Но, опять же, российские фестивали практически не помогают прокату российских фильмов. Вот почему-то эта связка не работает. Даже когда фильм побеждает на кинотавре, ну, казалось бы, главный национальный кинофестиваль. Потом выходит в прокат, ну, собирает, там, 8, 10, 12 тысяч долларов. Или, там, получает какой-то приз за лучшую режиссуру. Я помню, вот выходил, там, волчок, там, собирал 8 или 10 тысяч долларов. Понятно, что на фестивалях, как правило, побеждает не самое зрительское кино. Когда вот совпадает этот момент, что и зрительское кино, и фестиваль награды, это может помочь, да? На фестивалах, тем не менее, побеждает, как правило, все-таки не самое такое очевидное зрительское кино. И, казалось бы, вот фестивали как раз и должны протолкнуть. Но нет. Пока не работает. Может быть, это связано как-то вообще с некоторым низким уровнем престижа российских фестивалей. Может быть, с каким-то недоверием. Потому что как-то еще работают международные фестивали. Ну, вот вы видели историю Левиафана, который стал самым успешным фильмом Андрея Звягинцева. И, конечно, история успеха Левиафана началась в кадрах. Но, сколько вот я езжу на фестивали, пока вот я на таких фестивалях, которые могут как-то помочь фильму в прокате, российское кино не видел. Поэтому все остается, в общем-то, эта помощь, она вот ложится на плечи тех фестивалей, которые у нас есть. Арток-фест, послание к человеку, документальная программа московского фестиваля. Ну, вот есть у Павла Анатольевича замечательный фестиваль. Да, и есть там региональные интересные фестивали. Но, понимаете, даже московские фестивали толком не работают. Вот в чем проблема. А эхо региональных фестивалей до Москвы практически не долетает. То есть, если она может помочь, например, прокату как-то там немного в Перми, то это не помогает. Поэтому мне кажется, что эта роль может как-то измениться, если, в принципе, изменится роль фестиваля, если изменится их место в информационном пространстве, если вот эти фестивали станут каким-то важным событием для федеральных медиа. Но, в общем, это гораздо более такой сложный и комплексный вопрос. Да, если вот будут говорить несколько раз там в новостях Первого канала, был показан замечательный фильм, и будут про это говорить, что он вот победил, и будут как-то его... Ну, просто хотя бы делать такую новостную, нормальную, расширенную подачу. Это уже будет иметь какой-то эффект. Потому что понятно, что по информационной мощи ничто не сравнится с федеральным телевидением. Понятно, есть все новые медиа, есть социальные сети, мы этим активно пользуемся. В общем-то, нам-то удается, вот как прокатчикам, наверное, это наша сейчас главная коммуникационная платформа, да. Но вот, опять же, битфильм-фестиваль. Вот пример того, как люди смогли за счет таких успешных, успешных работы в социальных сетях как-то создать такой популярный средизрительный фестиваль. Ну, опять же, популярный средизрительный фестиваль, но я пока, вот, не знаю, может я ошибаюсь, но я пока не видел фильмов, которые вот, для которых битфильм-фестиваль стал вот таким успешным стартом. То есть, он сам по себе успешный, он собирает ту публику, которая в Москве есть. Ну, в общем-то, на этом все и заканчивается. Так же, как и, ну, вот уже Art Dog Fest. Очень успешная история. Ну, да, может, Виталий, может быть, Виталий там больше знает таких конкретных случаев и расскажет, может, какие-то фильмы были, которые все-таки вот вышли за эти рамки и как-то потом что-то показать. Блин, в Москве сейчас появился даже кинотеатр, центр документального кино, который, ну, хоть, вот, понимаете, когда документальное кино началось создать, просто хотя бы как там, я не знаю, румынские, корейские, французские и прочие артхаусные фильмы, которые мы выпускаем, а я скажу, сколько денег, да, это под деньгами сейчас такой нормальный артхаусный прокат фильма, победившего и получившего важные призы на значимых фестивалях, чтобы вы просто понимали, о каком масштабе потрясения идет сейчас речь, да. Это где-то сборы, там, от 7 до, там, может быть, 20-30 тысяч долларов. Вот, представьте себе, по количеству зрителей, это, ну, где-то от полутора, там, может быть, до 3-4 тысяч зрителей на всю страну, да. Поэтому, в общем, мы пытаемся, там, сейчас разобраться, как вот сделать побольше сплеск в этой маленькой-маленькой луже, в которой вот мы все плещемся. Я там встречаю знакомого, там, ну, там, коллегу, товарища, польского дистрибьютора, говорю, как дела? Он говорит, так, говорит, так, как ты, вот, неудачный выпуск, вот три фильма каждый собрал, там, всего лишь по 20 тысяч долларов. Ой, по 20 тысяч зрителей, не то, зрителей. А мы с ним выпускаем пример на одни коллеги, одни и те же фильмы тоже. Такая артхаусная компания, я говорю, Яков, если бы я бы хоть какой-нибудь фильм выпускал, собирал по 20 тысяч зрителей, то я считал бы, что это супер вообще история успеха. Ну, вот, в России нам нужно хотя бы сейчас понять, что делать так, чтобы документальный, ну, хотя бы две тысячи зрителей собирали, а для этого нужно, если мы говорим про роль фестиваля, нужно просто поднимать роль самих фестивалей. Но это, боюсь, уже сейчас вот задача, которая вот без какого-либо там государственной такой воли решит сложную, потому что просто информационная политика, это стало сейчас такой вот важной государственной задачей, да? И если вот вы тратите информационной подачи времени на кинофестивали, вы обнимаете вот других важных вопросов. Это, я не знаю, Украина, в которой мы все живем, обличение Запада и так далее. Так что я боюсь, что ситуация к лучшему в ближайшее время не изменится. Ну, вот, мы сейчас вернемся. Я бы хотел с Виталием потом продолжить разговор в отношении финансирования фестиваля за счет государства. Ну, еще и вот другая сторона, не менее важная, образовательная. У Павла есть определенный опыт в этой области. И просто поделитесь, и скажите, с чем вы сталкиваетесь, с какими проблемами, и в какие у вас есть успехи. Раз. А батарейка может селиться? Ну, я еще как герамидиректор, ну, на самом деле, это для тех, кто помнит советскую власть, это в каждом региональном центре была такая контора, которая дистрибьюторская, которая распространяла фильмы на 2, 3, 4, по-моему, максимально было около 5 тысяч киностановок, допустим, Башкирии, да. Это была, на самом деле, очень мощная организация, которая собрала большие деньги в советской власти. Потом все это рухнуло, естественно, да. Я сам документалист, и фестиваль Флордиана, который наполняется, значит, фактически, да, 20 лет, первый фестиваль мы провели, как семинар такой, в 95-м году. Десять лет назад я зашел в место, которое называлось «Областной киновидеопрокат», с проектом Пермской синематеки. То есть открыли мы первую синематеку именно в этом здании, где было тогда два зала маленьких, 20 мест, 30 мест. Сейчас там шесть залов, самый большой, 62 места, маленький, там такой же остался, 24 места. Вот, и того у нас 280 мест. И вот эта парадигма, вот, я очень, мне очень нравится фильм, там, «Океаны», который прошел у нас с огромным успехом. Вот, и он долго у нас шел, насколько были, возможно, права, мы продляли, продляли, сколько это было. Вот, и он фильм, и мы постоянно шел, но вот так как маленькие залы, понимаете, и, наверное, у нас бывает там больше ста фильмов в месяц мы показываем в этих шести залах. То есть вот эта парадигма, как бы, такая, значит, производства дорогого кино, прокат дорогого кино и получение денег со зрителей за дорогое кино, да, с дорогими билетами, она у нас не работает абсолютно. Мы показываем большое количество фильмов, но, как я понял, последнее, за время своей работы, самое главное звено между производителем документального кино и зрителем, это человек, который знает кино и знает, как о нем рассказывать это кино, знает, как его показывать. У нас в кинотеатре, вернее, вот от подбрендов Хвартиана, конечно, то, что главное событие Хвартиана, самое дорогое из года, какое ягодное событие, это где-то около 50 тысяч зрителей, как бесплатных сеансов, так и платных сеансов, но с небольшими, конечно, деньгами. То есть билеты недорогие, это в основном, это школьники, это студенты, это такие клубные мероприятия, где ведущие клуба объясняют, что за кино они пришли смотреть. Но чаще всего, 90% люди приходят смотреть не кино, хотя вывеска по-прежнему такая, пойдем в кино посмотрим, да, приходится смотреть и обсуждать, при этом знают об этом, что мы эту методику внедрили уже давно достаточно, учителя, учителя и преподаватели университетов, учителя школ. И мы постоянно работаем с огромным количеством школ, и у нас есть уже такой штат, ну в основном, не обязательно, как бы они штатные сотрудники, это просто люди, которые разрабатывают программы, приходят в школу и говорят с учителями, уже не надо долго говорить, и надо долго объяснять, все уже понимают предмет. И, допустим, ну там, примитивные примеры, там, скажем, перехожу, там, в седьмом Б-классе, там, пришла девочка из другой школы, ее начали гнобить, там, ну, фильм «Чучело», там, да. Ну, на самом деле, есть гораздо более серьезные примеры, допустим, там, мы работаем с управлением исполнения наказаний, маловедительные преступники, которые сожжены, но не сидят в причине своего маловедства. Ну, вот там есть, там, за ними закреплены какие-то, там, полицейские, там, надзирательные органы, УИТУ в том числе, там, да, но в основном, как бы, ребята такие сильные, но не очень, как бы, знают кино, да. Вот мы нашли, на самом деле, нормальных, умных людей, которые знают эту систему, вот, и они согласились провести такой пилотный проект. В результате этого пилотного проекта мы получили очень такое забавное письмо, и оно очень дорого, но, понятно, что это немножко такая фигура речи, на котором было написано, что вот в результате нашего эксперимента, нашего совместного проекта, значит, из 40 этих наших подопечных, в группе 40 человек, рецидив уменьшился на 50%. То есть, это такая некая, вот люди что-то поняли в жизни и перестали там увлекать, да. Ну, есть и другие, там, примеры, как, допустим, в детском доме, в котором был настоящий полковник, директор, у него было все в порядке, но из детского дома выходили там, или девушки, девушки на панели, а ребята, ну, вот, процентов 40, ходили бандиты, вот. Ну, пришли педагоги, и эту систему начали думать, как изменить, и в конечном итоге главная проблема в детских домах, я, к сожалению, эту историю должен сказать полностью, потому что она будет непонятная, но очень важная история. Главная проблема в детских домах – это социальные сироты, да, то есть, эти люди, это дети, которые в живых родителях, и у них какая-то большая мозг, в голове, большая заноза. И мы совместно попытались сделать такой проект. Нужно, чтобы, значит, диктриса сказала, давайте мы вот отвезем их, попробуем отвезти, причем это все делать нужно ненасильственно, естественно, не просто так взяли, там, так там вонят, вели. Детский дом, где дети больные до цепи лежат. Ну, даже чтобы они сами поехали, и как-то им с ними поговорили, там, порисовались, и вместе пообщались. Вот. В результате, значит, мы сделали, значит, такое, значит, мы сказали, ребята, давайте, кто хочет смотреть кино, пойдемте, вот у нас будет четыре таких вечера про кино, про просмотры, обсуждение кино. Двенадцать человек пришло. Дадим, двенадцать человек, десять, потом поехали, смотрели такие фильмы, допустим, как «Алюпи», «Тофика Шеквердьева», еще какие-то, я не помню точно сейчас, ну, «Тофика Шеквердьева», точно смотрели. Вот. Десять поехали в этот детский дом, четверо зашли там в палату, где лежат очень тяжелобольные дети, и, когда они вернулись, подруги с ними пытались общаться, ну, как бы ребята такие резкие, там, они говорят, «Чего вы там говорите, у нас просто крышу сорвало, и все». И четверо из них совершенно точно поменяли отношение к себе, там, к детскому дому, к задачам, к целеустановкам в своем, там, жизни, мотивации и так далее, и так далее. И много таких еще примеров, которые говорят о том, что это уникальная работа. Но это, опять же, главное, что, повторяю, что здесь нет однозвенно вот этих людей, которые бы показывали кино, которые бы сняли зрителям это кино, потому что мы все представляем себя как бы потенциальных зрителей. Нет плохих фильмов, на самом деле, в России, наверное, сделанных, естественно, только, да, но нет площадки, где эти зрители и кино это встречаются. Вот создание такого пула новой профессии, медиапедагогов, которые бы использовали кино для некой социальной, гуманитарной какой-то деятельности, да, и вот в Пельме это уже одна, самая главная задача, которую мы ставим перед кино. Понятно, что мы показываем не только документарные кино. Значит, детского сада, естественно, анимация, более такие взрослые, образованные аудитории, там, архаус тоже самое же, да, и так далее. Я хотел бы еще кратко выскажите в отношении вот вашего фестиваля и этой программы, и потом мы перейдем к Виталию, к опыту с фестивалем Родокфест. Вы скажите, вот нужна ли вам поддержка, вот там, или федеральной, или местной власти в Пельске? Да, я не знаю, мы... Финансовая поддержка не нужна, но нужно, нужно, нужно понимание, нужно обучение людей вот этим методикам, медиапразовательным, медиапедагогическим методикам. А это очень важно, потому что мы... Я был во многих городах и рассказывал об этом постоянно, к нам уже фестиваль превращается, с одной стороны, фестиваль, с другой стороны, приезжает там два десятка людей из других городов, и они делают свои маршруты по фестивалю, смотрят те кино, которые они потом будут показывать, да, для образования, вот с такими целями, да. Это уже другие люди совсем. Ну, аудитория растет, вот совсем коротко. Аудитория у самого фестиваля? Безусловно, конечно. Сейчас где-то во время фестиваля у нас в различных аудиториях около 10 тысяч человек, но в течение года около 50, ну, включая Кафлортиана, который в Москве проходит в том числе и так далее. Хорошо, спасибо. Мы все знаем историю с вашим фестивалем, когда отказались его финансировать. И с одной стороны это плохо, с другой стороны это хорошо, ну, как хорошо, в том смысле, что вы смогли найти способ его провести. И вот насколько это было плохо для вас или хорошо? Был ли этот позитивный, ну, не знаю, не позитивный, но, по крайней мере, который вас заставил задуматься, что, допустим, ну, может быть, отказаться от государственной поддержки и найти другой способ? Или вообще возможно это, проводить такого уровня фестиваль без государственной поддержки? Я думаю, что в фестивальном движении и в зрительском интересе к документальному кино должна быть мотивация. Фестиваль должен понимать, зачем он это делает. И зритель должен понимать, зачем он идет смотреть документальное кино. А когда есть взаимное понимание вот этих мотиваций, или, так скажем, когда происходит совпадение мотиваций фестиваля и аудитории, собственно, происходит то, ради чего это все должно делаться. Происходят полные залы, происходят какие-то старты для дальнейшей, небольшой, но все же самостоятельной жизни документальной картины в ограниченном российском прокате, и даже какие-то последующие там телевизионные показы и так далее. Если говорить о наличии или отсутствии государственного финансирования, то здесь наблюдается такая странная, но очевидная закономерность. Там, где есть государственное финансирование, как правило, я говорю не 100%, но как правило, нет мотивации ни у зрителей, ни у организаторов, кроме, собственно, обработки того самого государственного гранта. То есть фестиваль грант отрабатывает, иногда достаточно ответственно, иногда безответственно, это уже вопрос такой, как бы, дело совести, то есть иногда и фильмы есть, и площадки есть, но, тем не менее, в этом присутствует определенный элемент формальности. И на эту формальность очень чутко реагирует зритель. Он чувствует ее, он реагирует своим, собственно, своим отсутствием. Мы знаем довольно-таки неплохие, казалось бы, и по программам, и по каким-то, так сказать, очевидным атрибутам фестивалей, на которых нет зрителя. Вот все есть, зрителя нет. Что касается нашей ситуации с финансированием, да, действительно, это был такой удар ниже пояса, когда фестиваль, получивший как раз в 2013 году в профессиональном рейтинге первое место среди всех российских фестивалей, вообще всех, включая там кинотавр, мы даже кинотавр обошли на какую-то там десятую или сотую, значит, в этом среднем бале, и который по всем очевидным, так сказать, составляющим является крупной культурной институцией, когда мы получили окончательное заявление о отсутствии финансирования, это было, по-моему, что-то такое в июле месяце, то есть за 6 месяцев до фестиваля, было непросто. Но у нас все же я довольно-таки активный действующий продюсер, были какие-то, так сказать, запасы внутренние, потом мы объявили краунфайтинг, который был, на наш взгляд, неуспешным, то есть мы собрали там что-то 800 тысяч, но то обстоятельство, что своим рублем проголосовало 700 человек, было для нас скорее очень важным эмоциональным фактором некого обязательства перед аудиторией. И когда ты понимаешь и чувствуешь, что есть аудитория, у которой есть мотивация приходить на твой фестиваль, соответственно, у тебя уже нет мотивации его сворачивать. И опять же, когда ты живешь в своей стране и видишь, что происходит вокруг, и с этим в каком-то смысле не вполне согласен, тебе хочется отстаивать позиции фундаментальные, которые для тебя являются принципиальными, отстаивать свои профессии, своим видением на кино, на жизнь, на мир, создавать пространство, вот у нас был слоган одного из фестивалей, свободное кино для свободного зрителя. Вот действительно, если для тебя не пустой звук наличия в стране свободного художника и людей, имеющих право свободно без каких-либо обременений и ограничений коммуницировать с этим свободным искусством, тогда есть смысл бороться, сопротивляться и нести какие-то вполне ощутимые неудобства на этом пути. Что касается совсем таких простых вопросов 2014 года, отказ финансирования совпал с постановкой на капитальный ремонт нашего базового кинотеатра художественного, проходили все ордокфесты, и мы переезжали на новую площадку, которая не на Арбате, а все же, там Фрунзенская метро, это уже нужно делать лишнюю пересадку от метро эти 15 минут, какие-то такие вещи, кинотеатр такой достаточно сложный, то есть были определенные проблемы, у нас даже подсело по статистике аудитории, если в 2013 году у нас было где-то там 25 с лишним тысяч зрителей, то в 2014 году у нас было 23 тысячи, то есть где-то мы полторы-две тысячи зрителей потеряли, в этом году мы может быть еще потеряем, потому что Фрунзенская метро в этом году будет закрыта, а для зрителя, который отправляется в декабре месяце, вообще выходит из дому, спускается в метрополитен, делает пересадку где-нибудь на площади революции, потом еще по морозцу, так сказать, идет, это все он учитывает, да еще, нужно сказать, у нас же билеты платные, у нас билет 200 рублей стоит, и только по билетам у нас очень ограниченная, ну, я думаю, сидящая в зале, знаю точно, ограниченная аккредитация, потому что мы не можем себе позволить широко аккредитовать всех желающих, потому что у нас есть обязательства перед кинотеатром, там, по продаже билетов, но, тем не менее, мы получаем 23 тысячи зрителей, я считаю, при всем при том немалое число, мы в 2014 году расширили фестиваль, конкурсную программу, мы минуту в минуту показываем параллельно еще в Петербурге, на двух площадках очень хороших, это Англитер и Арт-галерея Эрарта, и вот еще с прошлого года делаем такой пролог Арт-дог-феста в Рике, где будем более активно сейчас работать, более, так сказать, потому что Рига – это страна другой юрисдикции, отсутствие всех бессмысленных законов, которые в чем-то нас здесь ограничивают, и там мы будем, так сказать, показывать, может быть, более какие-то яркие, актуальные вещи, которые будут, тем не менее, вписываться в нашу программу Арт-дог-феста, просто не показываться в России, то есть целая такая, некая, уже даже не фестиваль, а, может быть, я бы сказал, движение работы с аудиториями, и немало приглашений в течение года по стране с показом программ Арт-дог-феста, вот трех до десяти картин, к чему я, это, в общем, не отчет, а к чему я это говорю. Я говорю это к тому, что когда есть у зрителя понимание, вот та самая мотивация, зачем он идет смотреть это кино, когда у него есть доверие к тому, кто это кино представляет, тогда происходит, ну, так сказать, вот этот элемент слияния. У нас фестиваль пройдет в этом году в Москве, как всегда, в этом году с 9 по 16 декабря. Мы получили частичную финансовую поддержку из негосударственного фонда, фонда Михаила Прохорова. Мы будем собирать деньги, будем искать деньги в других, так сказать, каких-то институциях. Будем вкладывать свои деньги, будем, мы как бы зависимы от аудитории, то есть те деньги, которые платят люди за билеты, являются для нас очень важной частью фестиваля, потому что это деньги, которые уходят на аренду залов. Нужно понимать, что тут даже кинотеатр «Горизонт» — это флагманский кинотеатр большой сети «Формула кино». И, как нам отчиталась «Формула кино», они во время «Ардокфеста» заработали денег больше, чем они обычно в этот период, в это время года зарабатывают на текущем репертуаре голливудских и прочих блокбастеров. Потому что у нас зритель приходит с 10 утра до 3 ночи, если с 10 утра у нас заполненность порядка 30-35%, в 5 часов дня, кто был на фестивале, знает, что у нас все залы полные, и зритель от нас уходит где-то в 12, и даже на сеансы после 12 ночи у нас есть там какое-то количество людей. Одним словом, мы, оказавшись вот в такой жесткой ситуации государственного бойкота, тем не менее занимаемся исключительно вопросами государственного выздоровления общественных каких-то институций, работы с аудиториями. У нас очень много и зарубежных гостей, и, кстати, много зарубежной прессы, которая внимательно следит, к нам приезжают ведущие телевизионные каналы из Европы, снимают сюжеты, и тем самым мы, я даже чувствую, что мы в каком-то смысле защищаем честь страны, в том смысле, что доказываем, что еще не полная бракописия наступила, а так еще, так сказать, где-то процентов, с чем можно шевелиться. Я считаю, что вот когда можно шевелиться, нужно шевелиться, и тогда ты растопишь и себя, и эту русскую зиму, которая, к сожалению, накрыла нас всех даже в летние месяцы. Спасибо. Спасибо большое. Алексей, я бы хотел вам передать слово. Я знаю, что у вас есть собственная позиция, как нужно формировать программу фестиваля, и у вас есть даже несколько критических замечаний, допустим, в адрес фестиваля Message2Man, который сейчас, с которым работает Сэм. Вот вы могли бы рассказать, и важно еще, чтобы вы сказали, почему не надо, допустим, финансирование фестиваля, что это как бы только подрывает его мотивацию. Да нет, Сереж, вы мне как-то передо мной поставили задачи, с которым я, возможно, не смогу справиться. В общем, немножко о другом собирался говорить. Ну, действительно, да, да, ну, смотрите, да, там, мой основной опыт, в общем, действительно, лежит в области проведения международных фестивалей в России и даже иногда в других странах. И, в общем, я работал и на московском фестивале, и в качестве программного директора на фестивале «Хотну Бору», «Два в одном», «Зеркало», послание к человеку, сейчас занимаюсь Сахалинским международным кинофестивалем. И, в общем, что касается критических замечаний, ну, по поводу российского фестиваля нового движения, ну, что-то говорить, что печально все достаточно обстоит. Ну, мы поподробнее сейчас объясню, в чем тут, наверное, есть проблема. Вот смотрите, Сэн, ты говорил о том, что, как бы, там, в фестивале не дают какого-то значительного эффекта на прокат того или иного документального фильма. Так они не будут давать этот, это как бы развилка, к сожалению, уже в России, к минимуму, пройдено, да, в России, так сказать, нет такого варианта. Наше общество, оно очень архаическое по своему мышлению, но в то же время от чего-то хорошего мы, как бы, отказываемся очень быстро. Вот в России все быстро бросили носить наручные часы, как только появились мобильные телефоны. Вы когда бывали в Европе, вы замечали, что там наручные часы наносят, как бы, да, 90% населения. Почему? Потому что они, наверное, не отказываются от каких-то хороших культурных традиций. Вот, как бы, у нас был там прокат, да, вот, в одну секунду, как бы, был уничтожен, да, мы решили жить в новой реальности. Мы решили, что мы скачиваем фильмы только из интернета. Вот, так что, конечно, это во многом проблема такая общая, общекультурная. Но, что касается фестивалей, да, действительно никакой, никакой там, никакая победа ни на московском кинофестивале, ни на кинотавре, ни где-либо еще никакой, никакого прироста аудитории не даст. Но, что касается, там, допустим, того же опыта в кинофестивале «Бит», в фестивале о документальных фильмах, о музыке, там, о молодежной субкультуре, то в них опыт, на самом деле, другой. Он не в том, что они являются стартовой площадкой, после которой о фильме напишут. Они сами, как бы, берут этот фильм, покупают и пытаются его прокатывать. И удачные, как бы, способы, удачные варианты, удачные случаи у них есть. Начинали они прокат с фильма еще, посвященного группе аукционам по своей тематике, что было, так сказать, не очень, может быть, коммерчески выгодным опытом, но, тем не менее, продолжили фильм Натальи Чумаковой о гражданской обороне, здоровые вещи-то, на чем они уже, как бы, сумели, да, сумели что-то заработать. Они сумели, там, Алена Бочарова и Кирилл Сорогин, вступить в какие-то определенные взаимоотношения с телеканалами, что-то удалось продать на первый канал, тот же фильм еще, насколько я знаю. Вот. И, в общем, как бы, это тот случай, когда фестиваль, фестиваль, скажем так, программно-частный, то есть не то, что какой-то губернатор захотел, что вот я хочу себе, там, фестиваль «Зеркало», или, там, фестиваль, или, там, Сахалинский фестиваль, который я возглавляю как программный директор, да, или Московский кинофестиваль, когда правительство решило, что вот давайте все-таки у нас будет один большой кинофестиваль, там будет Михалков, там будет Пьяный Депардье, и все будут, как бы, веселиться и радоваться. Вот. А это программно-программно, как бы, частная инициатива людей, так сказать, у которых что-то получается. И, в общем, это, конечно, будет развиваться, это здорово, но, опять-таки, в российской ситуации есть несколько проблем, которые нужно четко понимать. Во-первых, я, там, в свое время пол в шутку вывел, там, три закона кинофестивального движения, вот, мне еще потом многие коллеги долго пьяняли, что я, там, как бы, да, вот, берусь всех учить. На самом деле, не учить, но, вот, первый закон из фестивального движения звучит очень просто. Фестиваль – это человек. Вот вы здесь видите два, двух фестивалей. Есть человека за этим столом, это Павел Печенкин и Виталий Манский, да? Если их не будет, то я не знаю, что будет с фестивалями. А пока они есть, пока они тратят, наверное, огромную часть своей жизни, вот, пока они вкладывают в это свою силу, свою волю, свое понимание, свое видение, эти фестивали продолжаются. Проблема здесь еще заключается в том, что организация фестиваля должна быть работой фулл-тайм. То есть это то, что должно занимать вашу жизнь практически целиком, или как минимум, ну, в мягком варианте, все-таки быть одним из двух главных дел вашей жизни. Опять-таки, какие фестивали у нас отвечают таким условиям? Таких фестивалей, ну, вот, за исключением Мордок-фестов, Флортианы, у нас практически нет, ни документальных, ни игровых. Вот, опять-таки, безоценно. Кто является лицом московского кинофестиваля? Этого человека нет, да? Никита Михалков. Мордок-фестиваль не знает, какие фильмы показывают. Он является лицом. Нет. Вот это парадокс. Он лицом, но он все равно. Ну, хорошо, хорошо, сын. Мы подпорим эти аналогии чуть позже, да? Но смысл в том, что, да, что, как бы, фестиваль – это человек, это смысл не лицо как бренд, не лицо как рекламная, рекламная какая-то замануха. А, конечно, фестиваль как человек – это человек, который знает, что происходит, умеет это сделать, умеет это организовать и, повторюсь, сделает это одним из главных дел в своей жизни. Для того, чтобы сложилась такая ситуация, нужна либо какая-то вот супер благоприятная локальная конъюнктура, которая у нас там, предположим, была на Сахалине на протяжении двух лет. Потом у губернатора нашли ручку за миллион долларов и, как бы, эта конъюнктура исчезла. Да, ну, вы понимаете, да? Опять-таки, все безоценно, просто, чтобы вы понимали, по каким законам устроена наша жизнь. Либо, повторюсь, только самоотверженная, последовательная, круглогодичная деятельность личностей, для которых это является, как бы, главным делом жизни. Что, конечно, ну, как бы, можно только пожелать таким людям успеха и поблагодарить их за то, они есть. Все прочие варианты, как бы, не являются жизнеспособными, но тут, вот я буду уже заканчивать, тут нужно четко смотреть на вот эти вот рождающиеся новые тенденции. Да, вот появились, там, как бы, да, Кирилл Сорокин, там, Алена Бочарова, которых никто, там, всерьез, толком поначалу не воспринимал. Вот, там, мальчик, девочка интересуется современной музыкой, что-то там такое. Стали над этим работать и за три года выросли, как бы, в какое-то серьезное, серьезное явление. Стали прокатчиками, стали, научились привлекать деньги и со стороны, и там, и со стороны фонда Прохорова, и со стороны частных компаний, и со стороны, как бы, посольств, культурных фондов, которые обеспечивают, там, приезд каких-то важных гостей. Это все, это все суперздорово. Значит, еще один, как бы, росток, который мог бы появиться в России, мог бы появиться в Москве, если бы у нас не было такой ситуации, как бы, с арендой платой, такой централизацией, которая является следствием общей централизации нашей жизни, которая приводит к тому, что в Москве содержать некоммерческий кинотеатр, я условно говорю, некоммерческий, это просто, ну, как бы, нечто-нечто немыслимо. Я сейчас, там, вот, ну, как бы, вот, в Берлине, там, в Кройсберге, там, как грибы растут, залы, сейчас повышается, тем более, что техника становится все более дешевой, он может, хороший, в каком-то, там, заброшенном складе устроить хорошее качество проекции, поставить туда пару сотен стульев, и там люди показывают, там, киноклассику, на которой права перешли в паблик-домейн, показывают вторым и третьим экраном уже прошедшие, в основном, прокате, как бы, артхаусные фильмы, и это, и это может приносить прибыль, потому что они практически ничего там не платят, у них нет каких-то, там, санэпидстанций, которые, там, так сказать, контролируют, в какие бокалы они наливают пиво для своих зрителей, да. Появление таких маленьких кинотеатров, я вот там, в загородном доме, у меня есть отличная крыша площадью, там, 150 квадратных метров, мы вот с моей женой Наташей Туной, там, устраивать летние показы, вот, и пиво подавать, ну, не знаю, арестуют нас за это или нет, вот, давайте, давайте изучим такой кейс. И последний вариант, как бы, да, ростков нового, вот об этом как раз вам Мартин Блейн очень много, может, мог бы рассказать, там идет довольно важная дискуссия в аудиовизуальном комитете Европейского Союза, которая буквально о следующем, об изменении принципа покупки, продажи прав, на прокатных прав, на фильмы авторские, на фильмы документальные, на фильмы короткометражные. В двух словах, о чем идет речь. Значит, в случае, как бы, с крупными дорогостоящими проектами, мы еще, по-видимому, обречены на инерцию, как бы, механизма территориального, то есть права будут, там, все равно, как бы, да, будет, там, Соня, Пепчис, Раша, будет, там, и так далее, и тому подобное. Будут дистрибьюторы, которые работают с территориями, которые покупают фильмы на территории. В том, что касается проектов, как бы, малобюджетных, а документальное кино, к счастью или к счастью, так сказать, да, частично принадлежит именно к этому, к этому сектору новый, там, аудиовизуальный секретарь Европейского Союза крайне лоббирует, вот, ему, ну, как бы, нравится эта идея, что продажа должна осуществляться не на территории, а, так сказать, должна быть доступна даже отдельным кинотеатрам. Условно говоря, если, там, вот, кинотеатр, центр документального кино, или, там, кинотеатр «Фитиль», или, вот, моя гипотетическая крыша хочет показать новый фильм, который, там, был на Сандерсе, и мне по какой-то причине интересен и близок, и я готов вложить в его рекламу распространение, там, среди пары тысяч своих друзей, как бы, информации для того, чтобы устроить три распроданных сеанса, там, с условной выручкой, ну, посчитайте, там, тысячу рублей, там, по, да, ну, по пять, там, долларов, да, вот, у меня, там, наберется, положим, пять тысяч долларов, если все хорошо пройдет, и я смогу эти три показа купить напрямую у дистрибьютора, вот, не у дистрибьютора, а у World Sales, да, даже не у местного дистрибьютора, да, вот, и это будет тоже какая-то жизнеспособная, как бы, модель, да, которая может такими вот локальными ростками как-то пробиваться, что будет приводить к тому, что документальное кино можно будет посмотреть, потому что в больших кинотеатрах у нас, в московских условиях, нереально, если речь не идет, конечно, о каких-то специальных финансируемых, созданных, созданных, там, на правительственные деньги центра, как центра документального кино, ну, или, если речь не идет, опять-таки, о замечательных каких-то частных инициативах, но которые пока, пока, опять-таки, ну, я имею в виду как раз проект Докер, которые, как бы, существуют, но они существуют, как бы, вне экономики, они тоже существуют, насколько я понимаю, на чистом энтузиазме, а может получиться так, что вот такие маленькие вещи, вот, как в том же Берлине, будут иметь экономический смысл. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо большое. Вот как раз, Сергей Валентинович, мы к вам вернемся, точнее, через, я не хочу слова... Это недолго. Нет, потому что вы лицо московского кинофестиваля документальной программы, поэтому я хотел бы рассказать, попросить вас рассказать нас, с какими вы сложностями встречаетесь, если встречаетесь, в смысле, есть ли они у вас. И лично для меня намного интереснее документальная программа московского кинофестиваля. Я практически не хожу на игровое кино, но игровое кино я люблю. Вот, но я хотел бы для начала поговорить о проекте «Докер», потому что, во-первых, я считаю, что это замечательная инициатива, и я очень рад даже, что я сам лично к ней имею кое-какое отношение, и стараюсь помогать, чем я могу. Расскажи в двух словах, от чего вы оттолкнулись, как у вас закрутился механизм, и потом до чего все это, собственно, дошло. Ну да, ну вот я абсолютно согласна со всем, что сказано по поводу частных инициатив. Я тоже очень верю именно в частные инициативы, а не какие-то систематизированные. Вот. И, ну, закрутилось очень легко. Мы просто зимой 2011 года как-то к нам обратился сам Дон Жур, кинотеатр Дон Жур, который в тот момент был отреконструирован. То есть у них был полностью переделан зал, и они искали какой-то, ну, киноклуб или какую-то такую полноценную площадку, которая бы могла приводить зрителей, поскольку, видимо, на тот момент у них зрителей было очень мало. Вот. И все это было, естественно, на инициативных началах, на общественных. И просто мы как вот авторы, операторы, режиссеры, продюсеры документального кино, которые сами нигде ничего никогда не могли показать, там, устроить премьеру, это всегда была целая вот проблема. Мы, естественно, схватили за эту возможность и с радостью начали готовить программы. Собственно, мы никак не могли подумать, что это все затянется там на четыре года и вообще дорастет до какого-то, вот, прям, действительно, проекта, поскольку, ну, сначала мы вообще не понимали, кто к нам придет и как это все начнется, но за счет социальных сетей и за счет достаточно ярких наших таких воззваний к тому, чтобы приходить, люди начали собираться. И мы в итоге на третий показ, который был устроен в малом зале на 70 человек, туда люди уже просто не влезли, вот, то есть они вот топали ногами и всячески говорили, что как это так, мы не влезаем, и нам пришлось просто ставить параллельно в холле на телевизоре как бы дубль, дубль показа. Вот, в общем, в итоге мы пришли в большой зал, потом к нам начали, опять же, через социальные сети присоединяться города, кинотеатры в Красноярске, в Ярославле, музеи фотографии в Екатеринбурге, Санкт-Петербург даже, там, полгода с нами Владикавказ, да, ну, то есть, в общем, как это началось движение, вот такое, с которым мы просто начали сами уже пугаться, потому что на это не хватало сил, мы все-таки работали еще параллельно, вот, и на Докере, естественно, мы никогда ничего не зарабатывали. Но, в целом, все это вместе дало, конечно же, силы и понимание того, что, ну, по сути дела, зритель-то есть, но первая проблема, с которой мы столкнулись, была связана с тем, что продюсеры фильмов, если они вообще есть, то есть, как бы, ну, в большей степени это режиссер-продюсер, да, но все-таки, если продюсеры есть, то это люди, которые почему-то, по какой-то причине, крайне не заинтересованы в продвижении своих фильмов. Больше того, иногда продюсеры вообще не хотели их показывать, а хотели режиссеры показывать, или продюсеры просто могли динамить, по какой-то причине. И у фильмов, ну, начнем с российских фильмов, естественно, у фильмов, как правило, не существовало трейлеров, не существовало постеров, да, ну, элементарная какая-то информация, даже аннотации, как правило, написаны очень криво, и ничего не понятно. И мы просто взяли на себя, ну, мы смотрели на себя как зрители, мы понимали, что если мы сейчас представим, как бы, два невнятных абзаца про фильм, на него никто не придет, и положим какую-то, ну, там, опять же, не очень контрастную картинку, да, на это. Поэтому мы просто начали из каждого показа, несмотря на то, что это отдельный показ, и зал всего на 100 человек, да, но мы к этому подходили, как к серьезному, как бы, делу, да, то есть мы за три недели готовили постеры, делали трейлеры, понимали, что, может быть, это, как бы, ну, звучит наивно, особенно для акул, там, да, дистрибьюторского кинобизнеса, вот, но для нас это, может быть, с одной стороны, была такая игрушечка, да, но с другой стороны, нам было важно понимать, как нам самим, может быть, стоит подавать эти фильмы, вот. Поэтому, в общем, за четыре года нашего существования мы вот во всех городах, проект в Москве и так далее показали уже больше трехсот показов и плавным образом дошли до открытия международного фестиваля, вот, который прошел в мае, ну, естественно, это тоже было все безбюджетно, сложение наших собственных средств, и, но нам было это очень интересно, у нас тоже были там, опять же, это был демжур, это были полные залы с 12 до 10 вечера, мы показали 45 фильмов, и, в общем, не собираемся на этом останавливаться. Вот, да, и что касается, ну, проблем каких-то, да, фестивалей, ну, скорее не фестивалей, а вот именно вот проектов, которые пытаются систематически на протяжении года показывать фильмы, конечно, этот закон о прокатных, он, конечно, нам очень сильно тоже навредил, потому что, я так понимаю, что фестивали сейчас уже могут это делать, а мы по закону не можем, и это огромная проблема, потому что мы фактически не можем привозить зарубежное кино, хотя имеем такую возможность. Ну, то есть мы... Для зарубежных кино, да, фестивалей. Для делов, то для фестивалей. Но если мы существуем как проект, который показывает круглый год, нас даже, ну, юридически не могут нам... Нет такой нормы, да, кто мы. Ну, да, это вот то, что как раз... Извините, я просто ставлю, да, то, что вот говорил Алексей по поводу того, что кинотеатры могут показывать отдельно, но это может быть, да, такой проблемой, то, что в России действительно завязано, чтобы получить прокатное, вы понимаете, должен где-то недель за пять до начала проката сдать уже все в Министерство культуры, это довольно сложный процесс. Ну, да, то есть это, конечно, проблема. И что-то тут как-то микрофон как-то фонит. Да, и что касается, кстати говоря, вот этой системы, про которую говорил Алексей, вот я с ней хорошо знакома, и действительно сейчас это очень популярно в Соединенных Штатах, когда ты можешь просто как университет, как киноклуб, как отдельный кинотеатр зайти на либо на централизованный сайт, который этим занимается, либо на сайт определенного фильма, и за, в принципе, небольшие деньги, описав кто ты, что ты, сколько у тебя будет зрителей, готов ли ты предоставить фотоотчет, заказать цифровую копию фильма, ну, в принципе, за очень вменяемые деньги. То есть это действительно система, которая, по-моему, имеет будущее, но опять же с прокатным удостоверением непонятно как. Вот. Ну, и что касается связи фестивалей и дистрибьюции проката, ну, это вообще, конечно, такая сложная тема для нас, она вообще такая какая-то сомнительная. Опять же, я вот поддерживаю, верю, частные инициативы. Взять пример фильма документального «Чувственная математика», который совместно с 24 ДОК, все-таки, именно за счет инициативности автора, да, и режиссера этого фильма, они провели больше 500 показов по стране. Я абсолютно не знаю цифры там, были ли какие-то сборы, нет, но все-таки, опять же, 500 показов в разных городах России и популярности, и опять же, видела фотографии с этих показов из Новосибирска, Красноярска и так далее. Это, ну, по-моему, очень неплохо, учитывая, что, ну, за ними не было какой-то огромной там корпорации, да, которая их возила бы в стране. Во-первых, огромное количество фестивалей по стране документального кино, и они все действующие. Мы вот, например, пропустили фестиваль «Россия», блестящий фестиваль. Простите, я приглашал, я писал. Но, неважно. Мне не ответили. Неважно, я просто говорю о том, что много хороших фестивалей, и у каждого есть свое лицо. Когда мы с Григорием 10 лет назад, уже теперь 10 лет, начинали пробивать программу на московском фестивале, тогда еще был Давлитьяров, и спасибо ему, и Катилевский. Они это воспринимали как шок, что вот будет фестиваль документального кино в Москве в рамках московского. Все уже было забыто, и что в Москве будут показывать за деньги что-то в кинотеатре. Но, тем не менее, мы сумели убедить тогда, и наша цель была просто, чтобы появился зритель документальный в Москве на фестивале. Тогда, мне кажется, таких больших фестивалей у нас в Москве не было. И первое, что мы хотели сделать, это показать программу из тех фильмов, которые побеждали в это время на фестивалях. И мы ее сохранили, у нас так и есть, это называется «Свободная мысль». Мы показываем картины, которые получили много призов. Там есть, конечно, что-то мы не сумели получить, что-то, кто-то, вкусовые дела. Но, тем не менее, мы стараемся победителей Санденса, победителей Амстердама и Ляльцика показывать и других фестивалей, чтобы зритель наш смотрел хиты. Это просто была такая задача. Кроме этого, фестиваль нам поставил определенные рамки. Что, если к вам не будут за билеты приходить люди, то мы эту программу закроем. Ну, надо сейчас, чтобы вы все понимали, вот в октябре билет стоит в среднем 450 рублей. Вот. Нам, не знаю, как Лоры год, уже удается собирать зрителей за такие, ну, за такую дорогую цену. И зрителей у нас больше, чем на некоторых игровых программах. То есть мы, это факт, это можно, нас держат только потому, что мы коммерчески выгодны для руководства Октября. Так же, как и вот Виталий сказал, что у него выгодны коммерческие, и мы тоже выгодны коммерчески. Мы долгое время, это фестиваль класса А, мы имеем огромное количество ограничений. Мы, например, не имеем права показывать, ну, делать показ на территории России ни одного фильма, который был бы показан на любом другом фестивале. Нам просто это запрещено. А что касается конкурсных программ, извините, не понял, что значит... Мы не имеем права делать... Да нет, они же имеются. Что? Не в конкурсе. Ну, нам так запретили. Даже вам не в конкурсе. Ну, это просто люди не понимают, Сереж, ну, я говорю то, что нам говорят ежегодно, и мы четко стараемся выполнить эту установку. Это установка руководства фестиваля. Что мы не имеем права показывать, и мы не имеем... Вот мы хотели взять фильм Костомарова, а он был показан на Ардокфесте. Нет, мы не имеем права его взять. Это было запрещено. И так далее. И даже если были такие случаи, когда человек показывал в клубе, и если он афишировал это где-либо, мы не имели права показывать. У нас такая установка, это мы ее исполняем. Кроме этого, мы не имеем права делать показ фильма в конкурсе без присутствия либо продюсера, либо режиссера на показе. Это запрещено. Мы не имеем права... То есть, где бы он ни жил, должен быть обязательно либо режиссер, и в крайнем случае продюсер должен представлять картину на конкурсной программе. Мы очень долго пробивали конкурсную программу, ей уже тоже 5 лет. Нам приходилось писать письма, и чтобы, так как фестиваль, опять же, класса, мы обязаны были получить разрешение у послания человеку, у нескольких фестивальных программных директоров европейских фестивалей. И вот у нас была такая длительная переписка, Григорий ее вел, у нас такое двойное лицо, двухглавый орел, так сказать, как Гриша и я, поэтому лицо, наверное, расплывчатое, да, у фестиваля. Но оно стабильно уже 10 лет. Да, еще что хочу сказать. В данном случае, так как это государственный фестиваль, уберут ли нас завтра? Не уберут. Слава Богу, эта программа должна будет жить. Ее уже, вот я думаю, что второй раз, как при Советском Союзе, ее не закроют вообще. Думаю, ну надеюсь. И завтра кто-то из молодых просто ее будет вести, эту программу. Потому что мы же не вечные, я далеко не вечный человек. И Григорий тоже, мы оба понимаем это. И поэтому эта программа, конечно, имеет определенную, ну такую государственную поддержку. Но сказать, чтобы была какая-то цензура, нет. Ко мне никогда никто ничего не подходил, не обращался. И мы показывали картины, такие как «Завтра», например. И они конкурировали с теми картинами, которые там были. И все было прекрасно, и люди приходили и смотрели. Скажу еще, что, наверное, бюджет, я не могу его точно сказать, честно, потому что он внутри большого бюджета, невелик. Вот невелик. Просто я знаю, какие бюджеты в других фестивали, но это точно наша программа, она недорогая. Вот. Я думаю, что она такая средних масштабов. Люди, люди идут, я доволен, в среднем у нас хорошее количество зрителей. Мы перешли из маленького зала, перешли в большой. Что сказать? Благодаря, наверное, этой программе появилась и передача на телевидении. Смотрим, обсуждаем. Спасибо большое нашему фестивалю, что она появилась. Сейчас, может быть, закроют, потому что финансирование слабое. Но я не понимаю, почему мы разговариваем о прокате как о фестивальном движении. Фестивальное движение это, ну, это хорошо, это правильно и замечательно. И оно бывает разное. Вот я в Иркутске помогаю ребятам делать. Они без государства, у них иногда 500, им выделяют тысячи. Не всегда, не каждый год. Но они делают человекоприрода уже, по-моему, 15-й, ну, и что-то такой год. И я, это фестивальное движение. И это, это хорошо. Я думал, что мы будем говорить о прокате, потому что прокат это совсем другое. Почему мы не пригласили Гудкову, который бы нам рассказал бы о прокате? Ведь это же кинотеатр, созданный специально для нас. Ну и все, наверное, каждый из нас показывал там картину. Я вот знаю, что последний раз мы делали показ Духа движения, там было за три сеанса мы заработали 45 тысяч рублей. Я не знаю, плохо это или хорошо, за три сеанса. я вам хочу сказать, я знаю, как новосибирские кинотеатры это делают, я знаю, как в Иркутске проходит прокат, я знаю в других местах. Нам давно пора объединить усилия и создать такую же организацию, как создали анимацию. Вот анимацию сейчас катают, Ваня Иван, как его? Нет, нет, нет. Который ведет программу по 24, простите, я фамилию задам. Кудрявцев. И он создал компанию, я не знаю, он ли или кто-то создал компанию, но они катают анимацию и стали зарабатывать деньги. Ну, я думаю, что мы тоже. Я знаю, что автор до Влатова фильма заработал 40 тысяч долларов в прокате. Значит, это сбор или это доля автора? Я... Или это бокс-офис? Нет, по-моему, сбор. 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 Я знаю, что и у него не было такой поддержки, как, допустим, 24 док у Еременко. Потому что там ведь нельзя говорить, что она прокатала и все такое счастье. Да, 24 док вложился крепенько. И Оболонкина молодец. Она прокатала эту картину. Она первой попыталась сделать проект. Но заработать они не заработали. У них получилось так. Сколько заработали, столько и реклама стоило. Хотел сказать, что 40 тысяч долларов по меркам российского, не только документального, но вообще такого арт-калстного проката современного, это абсолютно такая история успеха. Но с точки зрения экономики, это, знаете, как в старом еврейском анекдоте, зато у меня остается этот бульон от ИИС. Да, но 20 останется. Да, 20 останется, надо вычесть все расходы. И там, да. Просто там все обеспечения проката, и вот людей. Можно я его спросить? Вот он нам рассказывал, что 40. Я не понял, 40 это уже прибыль? 40 тысяч, по-моему, я тоже видел, по-моему, это был бокс-офис. Ну, в любом случае. Вот это то, о чем я говорил, то, что это вот в России для того, независимо... Но это больше, чем пауз. Я, простите, я уже видел. Нет, я просто говорю об общем, вообще, местном положении независимого проката в России, не только документального кино. Но я бы хотел, чтобы наши многие картины получали бы 40. Я за это. Фильм Кирилла Туши Ходоровский собрал больше 100 тысяч. Но мы, конечно, помогли, потому что его там пытались запрещать, и была такая вот... Ходорковский. Мощная, да. Это Ходорковский. Ходорковский. Я если бы сказал Ходоровский, ну да, ну я думаю о кино. Хороший. Я думаю, что нам надо говорить сейчас, фестивальное движение, оно разное и хорошее. Вы говорили, что фестивальное движение может помочь прокату? Может. Должно помогать. Но в принципе прокат и фестивальное движение это две конкурирующие структуры. Простите. Может я что-то не понимаю? Нет, это не совсем конкурирующие. Вот я дистрибьютор, я купил фильм, да. Вот сейчас я могу купить фильм за очень небольшие деньги. Слово говоря, за 3 тысячи долларов, да. Я буду давать его всем фестивалям. С каждого фестиваля брать фильм. Конечно. Да. Мне будут говорить в фестивале, Сэм, вы такие маленькие, вы такие энтузиасты, у нас нет денег на этот фильм. Я тоже не могу сказать, ребят, давайте вам дам просто так, потому что вы такие маленькие, хорошие энтузиасты. Потому что я эти деньги уже заплатил. Я понимаю, что вот то, о чем говорил Леша, вот битфильм-фестиваль это пример того, как фестиваль становится прокатом. И в общем, это неплохо. Это как бы один из способов развития. Потому что они прокатали все это в Москве, собрали всю московскую публику, а дальше они поехали по регионам и там тоже собирают всю публику. И там собиралось, в общем-то, неплохо народу на эти фильмы. А потом, когда ты выпускаешь фильм в прокат, в каком-нибудь городе достаточно большой, в миллионнике, типа Новосибирска или Ростова, у тебя, ты берешь хороший фильм, который там прогремел на всех фестивалях, и количество зрителей за неделю в этих городах считается не сотнями, а десятками. Ну, 20, 30, 40 человек за неделю. Нет. А на фестивалях, может быть, на одном сеансе 200 человек. Ну, Сэм, можно я так договорю, а потом я согласен буду со всем, что вы скажете. Я хочу сказать, что если бы появился человек, который бы хотел прокатывать хорошие, успешные наши картины, потому что не все картины еще и в прокат пойдут. Есть, надо честным быть, есть фестивальное кино, есть прокатное кино. Но в России мы уже перестали даже снимать для проката, потому что мы обречены, мы как бы только фестиваль, на кино, мы обреченность чувствуем все. И я сам все. Обреченность. Ну, может быть, если бы появился сильный, мощный человек, вот такой же подвижник, как ты. Вот ты подвижник, я, да, блестящий, такой же подвижник, как ты, и взялся бы за прокат, я думаю, что все мы должны были бы этому человеку помочь для начального, просто, чтобы этот человек разогнал телегу, там не будет больших заработков, и только вот такие люди, как ты, могли бы, ну, относительно, сначала, не пытаться на нас, на всех зарабатывать. Я готов поддержать, если появляется такой человек, и появится, который будет пытаться это делать, а это сложно, это правда, это первоначальная работа, но я уверен, что этот человек потом и будет на самоокупаемости, и он будет очень авторитетным, и будет очень важным в нашей команде, во всей. Мне, я, может быть, я странный человек, но я верю в то, что можно сдвигать стены. Можно. Наверное, кто-то разбегается и бьет в них вот киркой, как, значит, Виталий. Я считаю, что их можно двигать так, методично, там, по сантиметрам, потому что я не всегда верю в то, что удар поможет. Он иногда приносит просто кирпич по голове, вот и все. Сейчас, сейчас, полсекунду. Мы просто вынуждены заканчивать, мне сказали. А, хорошо. тогда тем более... Я хотел дать каждому слово, на самом деле, чтобы что закончилось. Тем более, коротко. Дело в том, что ведь Минкульт поддерживает уже второй год прокат российского документального кино через гильдию. Через гильдию? Через гильдию, да. И гильдия собирала комиссию в прошлом году по выработке выбирала 21 фильм или какое-то количество фильмов для этого проката. Вот что ли? Да, очко. Вот очко и получилось. В этом списке не оказались самые востребованные, самые яркие, самые успешные картины, потому что комиссия изначально шла по пути каких-то компромиссов, что нужно это включить, это включить, это все включили, а ребенка выключили, так сказать, выплеснули вместе с водой. Поэтому... Да, да, нет, я понимаю, я знаю, что не состоишь, вопрос в том, что действительно, если мы хотим что-то делать, мы это делать можем, но для этого нужно, чтобы существовало некое консолидированное сообщество. Оно может состоять из противоположно, так сказать, настроенных людей, но в каком-то общем деле должна быть единая воля. Этой воли нет, у нас нет, в отличие от аниматоров того самого сообщества, поэтому нужно самим сначала организоваться, а потом что-то может быть и строить. А пока строят за нас, и мы оказываемся в проигрыше, все вместе, между прочим. Отлично. Буквально. Мне кажется, я так уже несколько реплик сказал, поэтому... Хорошо, если нечем добавить, то... Ну, если будет, я потом... Ну, я только хотел сказать, Сергей, что не имел в виду программу «Свободная мысль», когда говорил об отсутствии лица в Московском фестивале, я говорю про фестиваль в целом, как раз, как раз только подтверждает, да, что те программы, где есть личная составляющая, опять-таки, совершенно безоценочно, да, не важно, как я отношусь, там, ко вкусу, к отбору, да, вот есть, там, Петр Шепотинник, восемь с половиной, вот, знают, потому что этот человек сделал для себя это дело для своей жизни. Есть, соответственно, Сергей Григорий, который... Да, да, благодаря, благодаря которым знают, узнали свободную мысль и, как бы, на нее пошли люди. А, ответили, вот, и, соответственно, ну, как бы, хорошо, что так, да, там, знаете, сколько программ, там, в прошлом году на Московском фестивале, по-моему, 25, что-ли было, да, вот, вы, там, там, про программу «Женский взрыв», хотя это неплохая программа, которую, кстати, делал, делал, да, доктор киноведия Анжелика Арчуха, там, наша близкая подруга, вот, конечно, не знаете, потому что, ну, ну, затерялось это, да, потому что, потому что нет, часто, вот, не хватает этого жирительного, жирительного начала, которое все это одухотворяет изнутри. Отвечая на вопрос, ну, как, почему, почему говорили про фестивальное движение, во-первых, потому что нас так пригласили, мы про что знаем, про то и говорим, но, в основном, но я, опять-таки, повторюсь вот эту мысль, я честно говорю, что я не, я не очень представляю себе вот систематический прокат в России, присуществующий, как бы, киносетях, но, вот, про фестиваль я знаю, я знаю, как они организуются, и, как бы, да, если иметь, так сказать, да, какой-то карт-бланш и возможности, то я себе легко могу представить и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и фестиваль «Локарда», где на площадь приходят 10 тысяч человек и платят по 20 евро за билет, что превышает многократно все мыслимые сборы для арт-хаусного проекта, а там идут, в том числе, и документальные фильмы, фильм по дороге в школу, пожалуйста, его смотрят 10 тысяч человек, и пусть не каждый, но там процентов 90 точно заплатили эти 20 евро, и вот представьте себе, а это документальный фильм про то, как дети идут в школу, кто не смотрит, отличный, да, там кто-то в Африке, кто-то в России, кто-то в Южной Америке, и я могу себе представить, как бы, опять-таки, если вложить в это, там, 3, 5, 10 лет своей жизни, я могу себе представить, там, сеанс ИТФы, как бы, да, на гипотетическом, фестивале в Москве или в Питере, где, опять-таки, 2,5 тысячи человек смотрят фильм «Прощай, Голливуд», снятый документалистом и девочкой, которая умирает от рака и хочет снять свою смерть. 2,5 тысячи человек сидят, заплатив за билеты, плачут, рыдают, хлопают, разговаривают с режиссером и по 2 сенса в день и оба не запомнены. То есть, вот это я могу представить, это я могу себе понять, как это можно осуществить. А вот для того, чтобы систематически сделать прокат, это вот действительно надо, наверное, у кого-то другого спрашивать, точнее, я почти уверен, что спрашивать-то практически не у кого, нужно, чтобы кто-то этим занялся. Вот вам и передаю микрофон. Можно я один такой маленький, я разговаривал с Броднянским и он мне сказал, чтобы успешно прошла не только Левиафан, Елена прекрасно прошла у них, но они полгода готовили прокат. Полгода люди сидели и работали над этим. И он создал целую команду, которая все подготовила и сделала прокат и они, ну, надо посмотреть по цифрам, они обошли многие эти, наши, якобы, бокбастеры, да. Поэтому. И работать надо. Ира. Я предлагаю пойти уже посмотреть фильм на документальный, на свободную мысль. Мы уже опоздали, наверное. Но я, на самом деле, у меня есть такая реплика немножко, скорее, как бы, может быть, даже вопрос к Сергею Валентиновичу. Связан с тем, что вот здесь обсуждалось, как российские фестивали влияют на российские прокат документального кино. он уже совсем такая, как бы, частная, специфическая вещь. Но у меня вообще есть сомнения, что, в принципе, большие фестивали, крупнейшие, как-то влияют на прокат документального кино в России. То есть, например, вот, насколько я понимаю, фильм, который вчера был показан в «Свободной мысли», да, «Взгляд тишины», он победитель Венеции, да, кажется? Вот. Вот, собственно... Приз жюри. А, приз жюри. Ну, вот, собственно, один из призеров. Вот, интересно, есть ли какие-то вообще планы на прокат этого фильма? Казалось бы, в Венеции при жюри. Да. Есть? 24 рядов покажут. Ну, 24 рядов нет сомнений, да, вот, насчет проката. Так что, если уж у нас в Венеции особо ничего не делает, да, никакие подвижки в сторону проката, то что может сделать российский фестиваль для дистрибьютора и для проката российского кино документального в России. Ты хочешь это сделать? Ну, я пока не возьмусь. Надо те, кто хочет. Я хочу под себя лично всех поблагодарить, что вы пришли. Я не знаю, мне все-таки кажется, что нам удалось поговорить и, судя по всему, если резюмировать, надо искать человека, как сказал Сергей Валентинович, который хотел бы...